меня зовут александр я работаю вконтакте я приехал сюда из петербурга тут некоторые удивлялись а чего я приехал из петербурга да на самом деле я просто люблю очень ездить по разным конференциям и митапом потому что я страшно обожаю локальные сообщества вот такие как ваша в том числе то есть я помогаю в петербурге сообщество спб фронтенд когда мы делали всякие метапы сейчас не делаем потому что пандемии ленимся но продолжаю делать бирже с петербурге это когда мы собираемся и пьем пиво в основном там собираются те кто пишет на жаваскепте но на самом деле приходить может кто угодно а так я 12 лет в разработке и 8 месяцев и последних я занимаюсь react native но единственное что могу сказать что вот в к ком у них у нас только нативная разработка react native я занимаюсь на стороннем проекте с бывшими коллегами о чем в общем то и расскажу то есть в каком нет react native а там есть нативные разработчики и с одной стороны это тоже правильно но я расскажу про другой случай когда и react native тоже полезен и правильный и так как же это все случилось в 2020 когда была пандемия бывшие коллеги мне написали и сказали что давай-ка ты у нас будешь стартапе тем человеком который найдет все кто напишет нам клиентские приложения нам нужно приложение на мобилку и в приложении в общем у нас такой стартапа нам нужно это сделать и мы довольно долго беседовали в основном не работе мы у нас было такое мощное желание быть вместе что мы не могли наговориться только последние 20 минут мы придумали что будет у нас react native то есть буквально спросили так а на чем писать то будем так найти возьмем и так и порешили то есть я помню что react native популярен я помню что на нем есть какие-то разработчики я помню что я про него что-то слышал и что он может сразу в android ios и веб о чем сегодня поговорим и конечно же рациональные люди зададут резонный вопрос а как же так неужели так можно выбирать технологию вот так за 20 минут под конец да 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 react native как-нибудь сделаем нет на самом деле так выбирать нельзя но у меня был какой-то опыт и я его использовал то есть исключительно я положился на свой опыт то есть эта история о том как вот здесь на иллюстрации много человек плывет на маленьком плоту и естественно у всех появляется вопрос а правильно мы делаем вот у меня была уверенность да мы делаем правильно то есть уверенность в таких вещах очень важно потому что в технологии надо быть как минимум уверенным чтобы с ней справиться совладать со всеми трудностями на пути и так что есть что мы в итоге сделали мы сделали монарепу монарепу которая сразу собирается в ios android и веб все это у нас находится в одной лодке лодки я думаю кстати про монарепу все знают что это такое кто-то не знает конечно итак монарепа естественно меня был слайд про монарепу просто подумал мало ли все таки не 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 монарепа нету чему все знаем что пришел это один репозитория для всего главное что тут есть это различные команды для запуска простите ребят на задних рядах я не знал что экран висит так низко история такая что у нас есть три разные команды для запуска для ios а для android и для веба и все это запускается заново репозитория то есть мы разметили скрипты в пакетже sony для ярна и используем для того чтобы запустить наше приложение в тестовой среде а также также отдельных можно избил здесь то есть история такая что кодовая база одна бизнес логика шарится но есть отдельные файлы которые запускаются для разных платформ отдельно и так в общем то это все и работает технологии которые я выбрал для нашего проекта это react native react native для веба тут хочу подчеркнуть что это есть для веба это отдельная библиотека то есть она не входит в пакет react native а typescript mobx axios и другие менее популярные библиотеки которые используются на фронтенде в реак приложениях все это можно также использовать и в react native но естественно и в react native for web и на самом деле как оказалось самое сложное было найти react native разработчика я бы не сказал что их мало на рынке дело было не в том чтобы его сложно искать нам пришло действительно столько вот разных разных разработчиков тут они как и звери показаны но в общем и целом это были разные люди вот тут один фейспалм монах показывают так вот вот примерно так я сидел на собеседованиях по разработке react native по поиску react native разработчика и на самом деле я думал то что разработчик который пишет на реакте пишет на джаваскрипте должен хорошо знать react должен хорошо знать джаваскрипт как же сильно я ошибался то есть оказывается хороший react native разработчик это вообще хороший про другое и вот всех хороших react native разработчиков на самом деле давно разобрали то есть все те кто может вам в жало взять и приложение сделать их довольно мало на рынке и скажем так когда они освобождаются они довольно быстро находят другую работу поэтому с одной точки зрения довольно выгодно стать таким react native разработчиком и одному из разработчиков react native подсказывали прямо на собесе то есть мы слышали какие-то какой-то шепот был удаленный собес по зуму мы слышали какой-то шепот и потом поняли что ему подсказывают суть была в том что суть была в том что у них было тусов каких-то full stack of на квартире с водкой и они сказали своему младшему подавану который умел ходить примерно ни на чем что да чё там уметь ходить мы сейчас все расскажем и он пытался так пройти собеседование нет конечно мы же заметили так видосик вообще что у нас за приложение но типичное приложение с карты на карте есть какие-то точки у каждой точки есть какой-то профайл и тут всякие анимашки галереи вот это все вот еще комментарии есть будемс вот это все комментарии тестов не обращайте внимание что там написано отзывы есть в общем такая приложенька с картой всплывающими всякими окошками по папчиками и прочими штуками это все можно делать на react native это не так уж и сложно те кто разрабатывает на react native принципе я думаю даже понимает что за библиотеки мы использовали итак в итоге как же это все внутри работает то есть я вам дал немного контекста что мы разрабатываем и теперь как мы это разрабатываем для тех кто не знаком с react native а это я так понял больше половины аудитории у нас react native это фактически такой toolkit у которого есть готовый ui kit единственное что ui kit не заточен не под одну из платформ то есть это не apple и не android это просто безликий ui kit и дальше мы можем его там доделать до apple а до android или вообще свое нарисовать лишь бы это было по гайдлайнам этих обоих платформ чтобы можно было залить story также там есть большое сообщество на гитхабе большое сообщество тех кто написал очень много пакетов чтобы решить разные проблемы и этих пакетов очень много потому что на самом деле сам по себе react native приложение если мы его просто без пакетов возьмем и что-то попытаемся сделать у нас получится что-то вроде веб-странички ничего больше то есть вы красиво с анимациями карты в том числе это все пакеты без них вообще нельзя и естественно там есть ios android из коробки естественно масса нерешенных проблем потому что когда-то react native был сделан на хакатоне из-за чего он до сих пор остается с такой немножко кривенькой архитектуры изначально но ее обещают переписать надеюсь когда им перепишут react native для веба это адаптация компонентов из react native нативных компонентов для веба и к сожалению только часть пакетов которые есть на нпм от сторонних разработчиков адаптиваны могут работать под веб тоже то есть они многие не запускались из-за чего мы нас добавляются новые нерешенные проблемы соответственно с react native для вебом нас будет еще проблем и с ними тоже надо что-то решать базово react native для веб состоит из create react app и отдельной точки входа для веба в которой как раз запускается и там отдельный компонент для веба фактически рендерится который может включать себя все остальные компоненты то есть у нас есть отдельная точка входа для натива отдельный вход к точкой входа для веба по идее можно взять и сделать два разных приложений но так делать не нужно можно сделать одно лишь бы в нужных местах ставить условия что здесь у нас web поэтому он будет допустим попроще и весь веб собирается естественно через react script это кусок от create react app а мобилки собираются через билда react native то есть у нас даже сборки разные поэтому веб собирается просто отдельно считайте как это выглядит в коде вот у нас есть отдельная точка входа для нативки она лежит всегда в корне и в папке src мы вкладем отдельную точку входа для веба это почему нужна папка src чтобы натравить на нее веб пак который собирает веб так в общем то придумали разработчики react native для веба поэтому у нас фактически весь код в монорепе хранится в папке src а не как вот в стартере для какого-нибудь react native где там все в корне можно папки вкладывать нет тут немного иначе все и react native вся его react native для веб работает при помощи веб пак алиасов то есть вся магия вся магия происходит потому что у нас просто подменяется во время сборки имена пакетов то есть вот есть нативный пакет и он подменяется вебовским если это нужно главное это подменить пакет react native 1 react native веб и таким образом все компоненты начнут работать если нужно подменить что-то из других зависимости мы дописываем сюда еще один алиас и это тоже работает react native состоит из строительных блоков то есть самые базовые блоки на при помощи которых верстается большинство всего того что есть в react native это допустим view те кто знаком с вебом это аналогия div то есть это просто какой-то блок который умеет стилизоваться и рисоваться для того чтобы разместить текст нам нужно обязательно использовать так текст то есть текст у нас можно только оборачивать так текст иначе react native будет ругаться а еще у нас есть флэт лист это для списков суть в том что это не просто список как у в вебе это еще и виртуализированный список это искал контейнер и вообще много чего то есть такое неплохой комбайнер который позволит нам сделать любой скал контейнер с даже и довольно интересными штуками подчас то есть полезная штука в react native для веба это все адаптировано в обычные вебовские контейнеры такие как div span иногда дивы с классами чтобы застилизовать какое-то поведение но в общем и целом это вот работает так то есть у нас просто вот эти контейнеры подменяются на обычные теги из html которые мы можем использовать и в обычном реакте таким образом у нас делается веб то есть он фактически берет нативное приложение с нативной версткой и делает из него веб страницу таким образом это все запускается еще в react native есть система стилей похоже на css почему я говорю похоже потому что они наследуются иначе в react native стиле наследуются как будто это ооп объекты то есть более узкие стили скорее расширяют чем решает и дополняют нежели переписывают полностью как это сделано в каскадном вебе и стилизация у нас победнее чем вебе то есть если брать то как мы можем позиционировать элементы у нас присутствует только flex и онлайн flex и и позиция либо relative либо абсолют то есть другого нет и на самом деле можно сказать и не надо потому что этого хватает и и в вебе это все переиспользуется при помощи там адаптируется используя механизм атомарных стилей суть в том что нужно убить переопределение веба каскадное переопределение поэтому используется атомарный стиль и которые хитро в хитром порядке друг друга переопределяют фактически создавая возможность сделать это самое наследование стилей как это обычно делается в react native то есть у нас на каждое стилевое правило создается отдельный класс в нашей портянки стилей и таким образом на вебе это работает да я услышу слово печаль на самом деле это большой выход из положения потому что ну иначе как и скажем так react native для веба неплохо так адаптирован то есть у нас есть нативное приложение мы можем взять и переделать его веб в принципе отлично пляшем за нас все сделали но это еще не все лучше случае в лучших традициях интернет магазинов на диване в телемагазинах на диване дослушайте доклад на конца и вы наконец-то узнаете как на самом деле есть проблема с react native вам что его не очень любят всякие люди которые очень хотят что все было правильный хорошо когда я спрашиваю свою знакомую react native то я искал какой-то поддержки ну знаете там стартап мутим я выбрал react native я такой к друзьям ребята я выбрал react native и я считал что играть да да ты выбрал react native мы с тобой но нет мне говорили что знаешь мы знали людей которые выбрали react native но больше мы их не видели то есть к сожалению нас есть то есть что-то такое что предубеждение что все-таки нативная разработка лучше или flutter лучше но в общем и целом это рабочая схема но у нее есть проблема то есть почему их не любят потому что какой-то нативный модуль может выкинуть ошибку и если ты пришел из веба они из мобильной разработки то ты навряд ли ее вообще прочитаешь распортишь и поймешь что она значит а если она еще и не гуглится и ты не умеешь ее гуглить то это тоже проблема еще кота для веба может не работать в мобилках ну и наоборот type script например компилиться по-разному из-за этого код может не работать семантика и доступность которая есть в вебе изначально там полностью убивается то есть когда мы делаем в приложении из нашего react нативного то у нас нету семантики нам ее придется докладывать как нибудь отдельно если это будет нужно то есть какие-нибудь доступ с клавиатурой доступность клавиатурой все такое у нас не будет работать и еще в мобилках есть такая штука как картинки из памяти то есть прямо в репозитории в приложении лежат картинки они синхронно загружаются а вы до такого естественно нету там на все идет запрос поэтому нужно это все тоже как-то обрабатывать чтобы она одновременно работала и там и там и и вот первое чему хотел бы коснуться это нативные модули нативные модули которые могут работать что они как они себя ведут на вебе и есть проблема в том что очень часто они валятся а все дело в том что у них есть нативное окружение нативное окружение которое пестрит глобальными переменными часть из них можно как-то в вебе декларировать но часть нельзя то есть рак найти в был написан на хакатоне как я сказал там было много закинута глобальных переменных и часть из них можно счастье них можно что-то сделать отчасти нет например вот там зачем-то нужна переменная два нижних подчеркивания 2 нижних подчеркивания ну ее можно прописать винду это в принципе не небольшая проблема но для некоторых модулей приходится докидывать эти переменные при помощи выпака или допустим докидывать еще какие-то плагины для этого используем пакеты react-up rewrite и custom искра многие кто пытался залезть в ипак config create react-up а скорее всего с ними сталкивались потому что иначе никак потому что в ипак config create react-up стоит за семью заборами кстати история про create react-up вы слышали то что в create react-up есть кастыли чтобы запустить react native для веба вот теперь слышали это такая знаете история для бирджес это тут ребята пьют пиво и она выглядит вот так то есть они берут и прямо в коде пишут условия что если у нас дуг ты захотел запустить на create react-up react-up для веба то мы теперь определим react-up чтобы ты не мучился чтобы демка react-up для веба запустился тебя без проблем то есть ты прочел про react-up для веба решил просто туда зайти запустил оба все работает офигенно как будто больше ничего делать не надо а на самом деле надо то есть дальше тебе придется только докидывать туда пакетов отдельными алиасами отдельно кастомизируя в ипак config и скажем так в этом и есть проблема то что create react-up может запустить только демку нашего react-нэйтив для веб-приложения казалось бы зачем нам еще модули проблем в том что без модулей приложение никому не нужно она ничего не умеет как я говорил она похожа на обычную веб страничку веб страничку которая ничего не умеет и она не нужно никому на рынке она не продастся потому что мы не можем сказать клиенту нашего приложения или пользователю которые заходят что мол извините у нас тут react-нэйтив уж понимаете будьте к нам благосклонны нет не будут поэтому мы должны делать все так же как и в нативных приложениях и create react-up это немного проблема тем что нам нужно с ним побороться там нужно докидывать алиасы лодеры бабель плагины чтобы достичь какой-то новой функциональности как например у меня выглядит переопределение модулей я докидываю когда что-то не работает просто свой модуль часть из них я нашел на npm тут видно а часть из них приходится грузить прямо из файловой системы впрочем со временем планирую перекинуть все это в open source тоже чтобы помочь таким же разработчикам как я которые делают вебовскую часть для нативного приложения поэтому потому что развивать open source тут важно иначе без open source такие вещи как react-нэйтив жить скорее всего особо и не будут итак по технологиям разобрались теперь давайте расскажу про сборку собственно как я говорил typescript собирается по-разному все дело в том что react-нэйтив просто для натива собирать сборку запускает ts-компайлер довольно простая штука которая просто закид в которой просто закидываем файлы typescript а он сам все находится он резолвит и выкидывает нам готовый бандл случае с вебом там еще нужно закидывать будет выпак но это не суть короче он 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 просто работает веб для react-нэйтив для веба работает иначе он сначала берет бабель и потом к нему берет еще ts-loader для выпака и только так это работает то есть там напрямую не вызывается ts-компайлер там это вызывается через большое количество прослоек это нужно потому это и все наследие реакта и крейтера октапа который изначально делает код который может проживать любой браузер который ты сможешь указать конфиге и для этого нужен бабель проблема в том что ts typescript из-за этого из-за этой схемы может собираться для react-нэйтива но не собираться для веба и наоборот то есть мы можем получить такую ситуацию что react-нэтив разработчик нам написал код а у нас он не компилится в вебе и извините я не знаю это вроде ts я не знаю что он там не работает но и приходится либо просить его урезать синтаксис либо добавлять новые пресеты и плагины для этого бабеля опять же через переопределение конфига то есть сложность в этом но это все тоже это все тоже обходимое и с этим тоже можно жить насчет самого пайплайна сборки я считаю то что идеальный пайплайна сборки для такой монорепа должен выглядеть так у нас есть три разных таски для билда которые проверяют у нас каждый релиз есть отдельный для android отдельный для ios отдельные для веба и как это все организовать ну с вебом тут на самом деле проще всего то есть если до этого говорю что веб сложно не здесь проще здесь просто запускается готовая таска билд из реак скрипции это просто работает в андроиде нужно просто пройти такой туториал как установить android окружение избил дать его она проходится скорее всего на всех операционных системах я точно не знаю просто про windows но mac linux запросто то есть на сервере это все генерить запросто то есть нет особых проблем хуже всего устроено все с айосом то есть айос устроен так был придуман что вот у нас есть x-код вот у нас есть компьютер разработчика с залогиненным apple девелопер аккаунтом вот это все и разработчик если хочет выпустить релиз нажимает на кнопочку релиз там что-то проверяется авторизации проходят собирается и улетает в apple и приложение выкладывается но проблема в том что у нас может быть много разработчиков у нас они могут меняться вот это все у разработчиков может не быть apple девелопер сертификата потому что он платный и вот это все поэтому придумали такую штуку как fast lane fast lane это консольная утилита который запускается на сервере которая напрямую связывается с разработчиком у которого есть сертификат разработчика и компили фактически все на нем то есть можно сделать распределенную систему сборки для разных разработчиков просто они будут отправлять свои бандлы fast lane можно это сделать опять же при помощи того же интеграции с гитлабом но в общем и целом это будет работать то есть они от через fast lane отправляют бандлы эти бандлы засасываются на машину разработчика и там уже все исполняется и все билдится то есть с этим можно жить но честно говоря apple конечно перемудрили и сделали жизнь на сяйке намного сложнее чем она могла быть то есть либо тебе нужно отдельная сяйка на макосе которая довольно дорогая либо вот так либо тебе нужен ком который будет исполнять ее роль в итоге конечно я тут рассказываю про боль и вопрос у вас наверное уже созрел так стоит она того вообще или нет на самом деле да то есть если говорить то с чем реактив для веб продается это то что шарится бизнес логика то есть она реально шарится то есть бизнес логика она всегда будет одинаково и тут она будет просто работать то то есть чаще всего проблемы с отображением и нужно для веба их ее немножко доделать и еще очень важно если ты уже опытный веб разработчик верстал трогал css трогал gs ты разберешься и с тем как эти проблемы пофиксить то есть когда ты котичек который уже вебе пожил ты справишься с реактив для вебом тоже то есть не то чтобы это все очень страшно просто со временем ты находишь решение на все что насчет рисков для бизнеса чтобы как на это положиться скажем так на каждую фичу нужно закладывать еще по паре часов на адаптацию для веба в редких случаях побольше но в общем и целом это что-то вроде в среднем среднее назначение это нужно закладывать время на адаптацию для вы бы то есть сразу может не заработать может заработать а может не заработать на все это надо проверить и старательно заложить на это риски естественно вопрос а все ли возможно повторить вебе что у нас есть на тену приложение на самом деле все не нужно то есть веб умеет не все хоть у нас и двигаются стандарты пивей к сожалению они не решают проблемы и веб на самом деле более беден с точки зрения возможности нежели нативное приложение и все-таки если так задуматься то реактив для веб поможет создать скорее приложение лендинг чем полностью копию приложения в нативке потому что там не будет удобных способов авторизации которые есть у нас на мобилке там не будет работать камеры там много чего не будет но мы покажем пользователю который еще не хочет скачивать наше приложение что мол вот веб ты можешь там зарегистрироваться ты можешь там авторизоваться ты можешь сделать там первый заказ потратить свои первые деньги а потом если тебе захочется нативного опыта опыта нативного приложения ты скачешь нативное приложение и получишь его и у тебя будет даже все немного более четенько и красиво в общем и целом свою роль сделать приложение лендинг реактив для веб выполнит с лихвой и скажем так если подытожить по юзкейсам реактива для веба, что это вообще такое. Например, нужно ограниченная веб-версия приложения. Вот как раз я и говорил об этом. Что-то вроде лендинга, который еще можно там закрыть вещи, которые не работают. Табличка о том, что вот в нативном приложении работает, скачивай его. И самая лучшая точка для старта, это такой монорепы, которые будут делать сразу iOS, Android и веб, это вот этот репозитор на GitHub. Честно говоря, вот она прямо важная ссылка, потому что там уже решены части из проблем, которые я описывал в докладе. То есть там уже сделаны, уже установлены пакеты для переопределения в упаковского конфига. Вот это все. То есть там уже вот это сделано и нужно будет просто докидывать. То есть не нужно будет, как я в ужасе, видя, что ничего не работает, пытаться быстро нагуглить решение. И как я говорил вначале, нам было тяжело найти хорошего react-native разработчика. И со временем я тоже стал react-native разработчиков, насмотревшись на других хороших. А все дело в том, что хороший react-native разработчик умеет деплоить в Торы, знает и умеет, с какими модулями легко работать, а с какими модулями плохо работать. То есть он может отбирать модули. Самый очень важный скилл это пишет анимации. То есть очень важно сделать все как в нативном приложении, чтобы анимации были вот это все, потому что конкуренция, рынок такой. И приходится тоже находить разработчиков, которые пишут анимации. И из-за этого обычно он берет довольно хорошие деньги, поэтому ребят, это выгодно. React-native сейчас очень даже выгодно. И на самом деле не так уж и много времени надо. То есть всего полгода вы посмотрите на других react-native разработчиков, посмотрите на их код, как они что-то пишут и тоже станете таким же. То есть это не так долго учить, как пожалуй веб. В этом плане из веба перекатываются в react-native по-своему не так уж и долго, лишь бы была какая-то работа, которая полгода вас кормила в это время. То есть с нуля, наверное, будет жестче, а вот если ты там потом после работы иногда увлекаешься react-native, как я, то будет неплохо. Результат будет хороший. Итак, насчет веба. Я говорю, что нужно фиксить и как все пофиксить. Важная тема. Если буквально тезисно это высказать, то мы идем на GitHub, ищем issues по тому пакету, с которым у тебя проблемы на вебе. Чаще всего в issues уже есть issues, что ребята, на вебе это не работает. Дальше читаем каждое сообщение в этой теме. Чаще всего там есть решение и пробуем его. Час, полчаса спустя вы обычно все нашли, и уже не так страшно. Просто, если честно, иногда запуская фичу пустолк, она разработана в нативном приложении на вебе, вы видите, что разъехалось, но вообще все, все не работает, все не запускается, выглядит стрёмно. Но на самом деле там просто проблема где-то на каком-то базовом уровне, и нужно найти. И ее решение чаще всего валяется прямо в вышлицах на гитхабе. Из-за этого я говорил то, что важно поддерживать это сообщество, и сообщество там большое и довольно активное, которое часто показывает, как что-то делать. Это моя любимая issue, которую я нашел, когда искал, как пофиксить что-то в React Native для веба. Дело в том, что разработчики забили на обратную совместимость. И здесь они предлагают создать shell script, который патчат нот-модули после их установки в пост-инсталл скрипте. К слову, скрипт называется shaming девелоперов, кто забывает про обратную совместимость. По-английски называется. Это мой любимый вообще workaround, который я находил. Слава богу, применять мне его не потребовалось, я нашел другое решение, но это прямо самое дно упадение. Кстати, что может случиться с вебовским приложением, почему я говорю, что нужен какой-то опыт в вебе. Здесь показаны слои. Это вот вкладка layers в хроме. И вот тут есть такие элементы. Они как-то рендерятся. И они пытаются достичь нативного поведения. Проблема в том, что каждый из них может бывает рендериться в отдельном слое, который уходит на видеокарту. Композитные слои, если слышали. И с ними может быть проблема в рендеринге, потому что какие-то элементы могут залезать друг по другу, хотя вроде не должны. И вот это все. И чтобы разобраться в том, как это пофиксить, должен быть какой-то опыт в вебе. То есть в случае какого-то более-менее сложного рендеринга бывает, что случается и такое, что не понимаешь, как вообще происходит. И для этого нужно все-таки разбираться в вебе. И жить на самом деле в целом можно. То есть чаще всего фиксы выглядят так. Мы добавляем какие-то стили в выдох с HTML и все пофиксилось. Ну, в ином случае мы добавляем переменный в выдох с HTML глобальный, и вроде тоже все пофиксилось и запускается. В случае посложнее мы добавляем новый alias в пак и переписываем полностью NPM пакет или берем уже готовый, переписанный или адаптированный с NPM. Если это не помогает, возможно, нам потребуется Babel-плагин, который нам поможет. Если нам это тоже не помогает, мы, возможно, должны пропатчить прототипы. Просто возьмем прототипы и пропатчим его. Такое тоже бывает. Но и в самом худшем случае на дне падения мы пропатчим исходники NodeModules, которые у нас будут на постинстале устанавливаться. Честно говоря, я дошел только до патчинга прототипов. Так что вы можете ниже, скорее, еще не упадете. И, конечно, еще раз люди, которые рационально мыслят, еще раз мне скажут, блин, кажется, эта лодка нам не подходит. Мы спасемся на чем-то другом и мы подождем какой-нибудь другой технологии. И я, на самом деле, часто встречаю мнение, что нет, эта технология еще сыра, эта технология еще не жива, она нам не поможет. Но, на самом деле, смотря что у нас на другой чаше весов, у меня был мой опыт и моя уверенность. И они помогли мне пройти через все это. И я, как и говорю, то, что примерно два часа на решение проблем с вебом для разных фич, так оно примерно и получалось. То есть, ну, не больше. Итак, что же могу сказать в итоге своего доклада? Очень важно, чтобы у меня была уверенность, и я стрелял у других людей. То есть, очень важно, когда ты выбираешь технологию, хотя бы не плавать в ней, как тут люди в лодке нагрузились в нее и рискуют утонуть. Главное, что мы, что мы и главное я были уверены, что технология выбрана правильно и нужно продолжать с ней работать, чтобы достичь результата. И результаты мы, в общем и целом, достигли. И из-за этого как раз и я пытаюсь этим докладом вселить уверенность в том, что если вам потребуется веб-версия вашего приложения React Native, то можете взять React Native для веб, и это будет работать. То есть, конец там есть. Все можно пофиксить. Есть проблема в React Native, из-за которой как раз и есть этот доклад. React Native кривой. Ну, я на самом деле очень благодарен авторам не менее кривых пакетов для него. Все потому, что кто-то по следам разборов и дебагов написал issues. Написал issues с решениями проблем. И это, во-первых, вселяет в меня надежду, во-вторых, опять же, развивает комьюнити, то есть люди с надеждой приходят дальше, начинают разбираться, пишут еще issues, появляется какая-то дискуссия вместе, коллегиально они придумывают какое-то решение. И слава богу, что в этом плане почти все возможно поправить, кроме совсем уж каких-то сложных, странных кейсов. Но, скорее всего, это ошибка проектирования самого приложения. То есть, в общем и целом, надежда есть. Она вышлится на GitHub, и там довольно много всего описано. Итак, теперь небольшое обращение к работникам крупных и некрупных компаний, которые что-то разрабатывают, которые с чем-то помучались. Ребята, допустим, вы получили неоценимый опыт. Вы серьезно так пострадали и готовы рассказать об этом кому-нибудь за парой кружки пива. Но на самом деле, самое важное, что вы можете сделать, это зайти в вышес на GitHub, библиотеке, с которой вы пострадали, создать новый вышес, или найти наиболее подходящий, поделиться там своим опытом. Потому что, если вы опишите, как вы решили эту проблему для других разработчиков, скорее всего, вы поможете кому-то на другой части планеты, или, допустим, на другом части России, или в своем же городе. И это делает вас великолепными, потому что вы коммите в open source, вы делаете хорошо другим людям, и потому что вы до этого также искали по иссюсам проблемы, пытались нагуглить, искали их на Stack Overflow, и тоже, скорее всего, находили то, что описано было людьми просто так, потому что они когда-то помучались и решили для всего остального мира сказать, как они что-то решили. Поэтому не стесняйтесь заходить в иссюс и писать о том, как вы что-то разобрали. И главная мысль здесь, что если при разработке продукта ничего из него не попало в open source, то это, скорее, плохая новость. То есть это не вы какие-то секретные, или у вас какая-то глубокая проприторная разработка, просто вы не сделали этот мир лучше, и не добавили ничего для тех, кто будет идти по вашим стопам. То есть вполне возможно, что когда вы будете рассказывать кому-то из коллег о том, что вот это можно так вот решить, в идеале, если вы дадите прямо ссылку на ищу, на репозиторий, на еще что-нибудь, что вы сделали в результате работы, чтобы помочь ему. И принцип, по которому, опять же, живу я, что если мне очень помогает какая-то статья, какой-то ищу, с какой-то репозиторией, какой-то доклад, я обычно ищу автора и пишу ему немного приятных слов, потому что это помогает, дает ему мотивацию делать то же самое дальше. Потому что если у него хорошо получается решать проблемы React Native, мне этот человек очень важен. И я хочу его поддержать и сказать ему, делай еще, пожалуйста. Ради бога, я буду надеяться, что я еще раз попаду на твое решение, на твой доклад, на твою статью, и оно мне поможет. Потому что, честно говоря, без этих людей у меня была бы паника. И советую вам делать так же, потому что нужно улучшать в целом то, что вы читаете про решение проблем в интернете, решение IT, конечно, проблем. Это поможет. И хочу сказать вам тоже спасибо, что пришли. Скачем дальше, к QR-кодам. Это мои слайды, это веб-версия, которая как раз показывала. А вот это фидбэк по поводу докладов на этой конференции. Спасибо, ребят. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...